Дорогие друзья, с вами Прибалтийская дача. Это северо-западный Прибалтийский округ. Прибалтика, можно сказать, город Калининград. Я сегодня хочу сделать небольшой обзор того, что у меня растет. Потому что, ну как, видео выходит, я всем рекомендую. А что у меня, тоже посмотрите, что как получается. Сегодня 10 июня, 10 июня 2022 года. Вот, и сейчас мы с вами обойдем, посмотрим, что у меня тут растет на сегодняшний день. И сразу хочу сказать, температура у нас ночная только поднялась вот эти два дня. То было 6-7 градусов. Естественно, что, правильно, как некоторые говорят, вы хоть что сделаете, если только не отапливать. Огурцы тоже очень, как бы, ну, желательно лучше, конечно, чтобы они росли. Томаты неплохо, там перец. Сейчас мы с вами картошечку посмотрим. То есть, потому что, как бы, тоже хочется сделать обзор, что я рекомендую людям, а что у меня-то вообще растет или не растет. Ну, давайте сделаем небольшой обзор. Хочу сразу сказать, даже при такой вот низкой температуре, у меня теплица неотапливаемая. Есть поликарбонатная, есть рамочная, обыкновенная пленочная теплица. И вот я хочу сказать, даже при всем при том, шикарно, в принципе, очень завязываются у меня помидоры. Сейчас я вам немножко покажу. Здесь свою роль сыграла, хочу сказать, борная кислота. Вот я как считаю, что нет бора, нет урожая. И, конечно, янтарная кислота, которая дала сильный корень. И, естественно, потом все, даже при кормке, которые, можно сказать, я даю томатам, значит, они хорошо усваиваются. Еще проходя мимо, тоже был в репортаж, вот, если посмотреть, в старых бочках, вот у меня еще растут вот баклажаны. Потому что, ну, они дырявые, вроде как жалко выбрасывать. Но, тем не менее. Сейчас пройдемся по томатикам. Вот уже почти все нижние кисти уже в томатах. И вот сюда еще приспособление. Надо еще там осталось. Надо вот еще сделать. Так что томаты посмотрели. Вот, кстати, грунтовые томаты, которые я высадила 3 дня назад. Бедные, несчастные, но в холоде, конечно. Я говорю, я полила лентарной кислотой. Даже неделю, как я обещала, не надо ждать. Знаете, они пошли в рост буквально. Уже где-то цвет выбросили. Сейчас вот еще нижние листики вот это обрежу. Поэтому, как бы так, приведу немножко в божий вид, потому что они тоже бедные страдали, ждали тепла, не дождались. Так что я еще раз янтарной кислотой через недельку их полью. Клубника очень радует. Это вот, сейчас я вам покажу. Вот, видите, это Эль Санта. Первый год у меня посажен. У нас любят ее очень фермеры. Вот она. Вот для Калининграда. Это, конечно, вот нонсенс. Санта, смотрите. Вот этот первый год, поздняя осень была посажена. Вот еще моя маленькая облашь. Вот ведра остались, и осталась капуста цветная. Вот я и посадила. Ее тут три штуки. Немножко тут надо прополоть. Шикарно себя чувствует. Это вот грядка самой поздней клубники. Это мальвина, если я не ошибаюсь. И, по-моему, викода. Вот, как вы видите, картофель неплохо себя чувствует. Тоже окучили его. Здесь несколько сортов. Так что, теперь только глаз и глаз за колорадским жуком. Вот еще одна теплица. Перцы еще вот только теплообедные дождались. Здесь чуть поменьше томаты. Низкоросло. Вот с базиликом, как вы видите. Пионы начинают цвести. Вот еще одна теплица мимо парохома. Я уже не буду заходить. В принципе, все немножко радует. Это вот лук эксибишин. Конечно. Но я думаю, сейчас он пойдет в рост. Он уже поднялся, вот как вы видите. Сейчас польем, подкормим. И все будет хорошо. Сейчас посмотрим такой обыкновенный лук. на репку. Ну вот. Лук на репку. Тоже себя чувствует хорошо. Грядки, как вы видите. Это вот ранние пионы. Друзья, какая красота. Шапки большие. Они еще чуть-чуть не распустились. Видите. Ну, это, конечно, чуть попозже будет. Пионы. Но тоже шапки большие, хорошие. Единственное, опять каждый год маленькая беда с капустой. Но уже приготовила валерьянку и пустырник, и кто-то мне посоветовал. И кроволол. Все сейчас будет обработано. Вот. Видите, на них какие-то мелкие, какие-то зеленые. Горчицы тоже сыпала. Но ничего, думаю. Сейчас мы лекарства из аптеки. Все будет хорошо. Свекла, в принципе, неплохая. Тоже ее подкормим. В принципе, взошла отлично. Теперь только надо ее немножко проредить, подкормить. Вот рядом коз смородины. Вот, посмотрите, какая великолепная. Я просто хочу сказать, она зеленая, а уже как вишня. Вот. Тоже ее очень много. Вы видите. Очень хорошие сорта. Вон. Огромные ягоды. Так что, будем надеяться, что мы с ягодой. Вот чеснок у меня в таком ящичке, мульчированный опилками тоже. Стволы очень хорошие, толстые. Тоже вот сорт польской селекции. Ягода, конечно, поменьше, но тоже вся усыпанная. Вишни у нас в этом году очень много. Сейчас я вам даже покажу. Не знаю, отсвечивает, не отсвечивает, но очень много. Вот просто гроздья вишен висит. Так что мы с вишней. Вот в прошлом году посадила голландский сорт красной смородины. Вот, думаю, посмотрим. Никогда не сажала. Все вроде как савдеповские сорта были. Но думаю, что, наверное, ягода будет крупная и длинная. Так что это вот первый год она. Думаю, тоже неплохие результаты. Баклажаны в грунте, конечно, хиловатые. Но мы тоже за них сейчас возьмемся. Янтаркой подкормим. Потому что, ну, в такой холод, тем более такая теплолюбивая культура, как баклажаны, естественно, что ей надо тепло. Но, тем не менее, я думаю, что все будет хорошо. Вот, друзья, малинник, который я вам показывала. У меня тут 12 метров квадратных. Шикарные кусты. Ближе. Это ремонтантная на меня полька. Вот, отлично. Ничего не могу сказать. Вот, потом мы ее уже подкармливали. Я говорила, как. Вот мы снимаем больше 70 килограмм. У нас там 10. С этого куста больше 10 ведер 10-литровых. То есть, даже девать, можно сказать, некуда. Уже варенье варим. Даже пару ведер уже и продавали. Соседи просили. То есть, правильный уход. Все кидают и себе урожай. А еще сейчас я вам покажу, что у меня тут есть. Ну, вот, друзья, голубика у меня. Голубика. Конечно, я с ней намучилась. Но хочу вам сказать, что, по большому счету, вот тут она цвела. Вот хуст такой. Рядышком хуст. Но он еще весь цветет. Вот, видите. А этот весь усыпан ягодами. Вот тоже. Видите. Ягоды, кстати, крупные. Это, по-моему, канадский сорт у меня. Вот. Так что, тоже диковинку держим. Вот. Вот в бочке посадили анютины глазки. А вот здесь в бочке сидят цини. Но цини, они элитные. Но я хочу сказать, от семена партнер, там у них, по-моему, серия барышня-крестьянка, что ли. Уже не помню. Ой, что-то все не хотят в рост. Уже и энтерком, и корневином. Не знаю. Может, какой-то сорт, который более тепла требует. То есть, простые мои цини уже сантиметров 20-30. А эти все никак не могут как-то подняться. Да, видно, что вот листочки, но должно быть сантиметров 50. Шикарные кусты. Такие, как похожи на маленькие георгины. Но, тем не менее, наверное, дождусь красоты в своих бочках. Вот еще в этом году посадила в бочку маленькие-маленькие томаты. Называется Красная Шапочка. Кто-то говорит, что они вырастают огромные. Но нет, там написано они больше 30 сантиметров. Все усыпаны, как черри. Но посмотрим, поживем, увидим. Тоже им холодновато, но я уже открыла. Думаю, пусть. Ну, вроде как листья сверху. Вот смотрю, зелененькие. Так что тут тоже будет Красная Шапочка. И вот еще в кашпу посадила эту барышню-крестьянку, циню. Ну, здесь немножко как-то она чуть повыше. Но, тем не менее, как что будет, не знаю, покажу, если расцветет. Еще хочу сказать, вот лилии, как вы видите. Лилии себя шикарно чувствуют. Немножко их, конечно, ну, не бордос, как, по-моему, купролюксом пролила, потому что уж больно у нас дождливая и холодная погода. Чтобы, не дай бог, не заболели. Они расположены. Если погода холодная и сырая, да, я думаю, любое растение. Вот еще, друзья, капуста в одном месте. Ну, ужасно. Такая была рассада шикарная. Вот видите, сейчас поближе поднесут эти вот гады какие-то зелененькие, маленькие. Ну, все, держитесь. Аптека сейчас будет работать против вас. Вот посмотрите, какая рассада была шикарная. Ну, думаю, все будет хорошо. Ну, что, друзья, сделали мы небольшой обзор. Конечно, все не обижать, не посмотреть. Там еще и огурцы, и кабачки, чего только нет. Ну, в принципе, вы все посмотрели. И хочу вам сказать, что все рекомендации, которые я вам рекомендую, вот они все в действии. А даже забыла вам показать, что есть еще у меня перец. Даже пойду вернусь, покажу, что уже большой перец. Ну, вот перчинки уже тут кое-где. Так что сейчас надо тоже полить, подкормить, и все пойдет в рот. Так что, друзья, с вами была Прибалтийская дача. Сажаем, делаем так, как я, и все у нас будет отлично и хорошо. До новых встреч, друзья. Всегда рада вас видеть на своем канале.